Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале Семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем вам, как мы с Маргариточкой ездили к Ортодонту, какие у нас дела обстоят на нашем огороде, чем я занималась на кухне и как я ездила на женское общение в лагере неподалеку от нас. Мы наконец-то дождались нашего любимого папочку Лешу, как мы его встречали. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков, расскажем вам еще об одном празднике в нашей семье. Наша Ангелиночка приняла крещение, и в конце влога мы споем песню. Оставайтесь с нами. Доброе утро! Расскажи, куда ты приехала? Кристо? Кристо Ортодонтист. Это наш ортодонт, который Маргариточке будет выправлять зубки. Ты боишься? Нет? Чуть-чуть. Мы не знаем, что я сегодня буду делать. Скорее всего, там просто померяют все. И тут Нелечка тоже с нами есть. Привет! Вы такие сегодня оранжевые все. Я только не оранжевая. Красный, оранжевый. Все, пойдем. Маргарита не любит, когда пахнет зубным. Видишь, какая большая улыбка? Улыбайся, смотри. Видишь, как там? Смайл! Раз, два, три. Как-то во влогах мы рассказывали, что Маргариточке нужен специалист-ортодонт, чтобы исправить прикус. И сегодня вот ей подарили такую электрическую щетку. Маргарита уже все. Ей уже что-то сегодня там поставили. Открой рот. Вот, такие синенькие дивайдерс поставили. Это все, можно закрыть уже. Спасибо. Это уже они подготавливают рот, зубы к брекетам. Больно? Неудобно, да? Что нельзя кушать? Жвачки? Или конфетки? Конфетки, которые прилипают, да? Ага. Ну все, поехали. Привет всем! Я сейчас пришла на огород собрать баклажаны. Вот у нас оставшиеся баклажаны. Я уже из многих сделала баклажанную икру. А сейчас вот пришла срезать остальные баклажаны. Вот здесь вот. Потому что у нас завтра обещают заморозки уже ночью. И вот они такие красавцы. Я их, наверное, пожарю на гриле. Ну, подумаю. Может еще что-то сделаю. Вот, а там я уже все убрала. Здесь уже все чисто. Малины у нас много-много. Хотя у нас были гости. И здесь я им сказала, собирайте все, уходите, ешьте все. А они вот не дособирали. Оставили, наверное, нам. Теперь надо прийти и быстрее все убрать, пока жуки не съели. Не, ну у нас, слава богу, правда, очень много малины. Я бы с вами со всеми поделилась бы с удовольствием. Вон, набрала целую корзину баклажанов. Это первый год я выращивала вообще баклажаны. И очень осталась довольна. Слава богу, в следующем году тоже буду выращивать. Сегодня на кухне я занималась с тестом. Готовила немецкие бретцели. Они у меня получаются всегда разные. Если вы еще не видели этот рецепт, то можно посмотреть его на канале «Вкусные рецепты семьи Савченко». Называется «Немецкие бретцели». Булочки pretzels по-английски. Сегодня также я готовила борщ в мультиварке. Если вам интересно, я могу поставить этот рецепт тоже на вкусные рецепты семьи Савченко. А в субботу утром меня дети отпустили на женское общение, которое проходило недалеко от нас в лагере всего несколько часов. Сейчас я нахожусь в лагере Кемчатяк. Я приехала на женскую конференцию. Это всего 20 минут от нашего дома, поэтому я всего на несколько часов приехала. Меня детки отпустили. И я вам потом расскажу, что я сегодня здесь услышала и как я пообщалась. Мне дали вот такую вот бумажку. Здесь вот повесили на шею. Лидия Савченко написана. И подарили подарок. Я вам покажу, что мне подарили. У нас уже прошла одна сессия. И это было очень здорово, очень интересно. Подробно об этом общении, о темах я расскажу на женском канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь на женский канал. Думаю, что на этой неделе я выставлю видео. Делали для нас замечательный обед, где сервировали столы и служили молодежь. Было очень интересно, что для всех женщин сделали класс такого изобразительного искусства, творчества. Мы делали молитвенные журналы. Я тоже, если вам интересно, я поставлю это все на женском канале. И потом нам сделали путешествие на таком тракторе. А вечером, когда я приехала домой, я готовила торт для дня рождения Вовочки. Я делала безе. А девочки мне тут помогали с безе. Сейчас 11 часов вечера, почти полдвенадцатого ночи. На улице ночь. И я еду встречать Лешу. Ура! Сегодня суббота. И он приезжает домой на воскресенье. Слава Богу. Спасибо всем, кто молился. Вот мой дорогой золотой муж. Сейчас он оденет очки, посмотрит, кто тут приехал. Пойду его встречать. Привет! У меня нет силы разговаривать. Окей. Зая, ты можешь поверить, что ты дома? Что я дома? Но я пока еще в траке. Если это мой дом, то я-то могу поверить. Что ты уже приехал к нам домой. Через три недельки, конечно, да. Ты так слабенько говоришь. Но я за полторы суток проехал полторы тысячи миль. Это больше двух тысяч километров. Поэтому я слабенький. Пойдем, будем тебя откармливать дома. А вот это зря. Вот это зря. Спасибо, что вы побежали ко мне. Ну что, папа, встречайте. Да. Да. Да, они такие, а она в сапогах пришла. Ангелина, скорее, домой. Каптеночки, хорошие. Сладим ты супу, да? Ох, папа дома. Так, можно? А помолимся, чтобы... Спасибо. Да, потому что это самое... Я вчера еще в Северной Каролине был. Такие бумажки, 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 бумажки. Такой стройняшка стал. Ты заехила Диафренд? Молодой такой. У него лицо такое Диафренд. Мы тебя покормим. Покормим сюда. Оставайся с нами. Ты видишь? Я, я знаю. Смотрите, этот кто-то сделал. Ух ты, как они сделали. Это Маргарита. Спасибо, Маргороточка. Добро пожаловать домой, папа. Это Дэдди приехал. Да, это ты. Это Дэдди. А, это вон твой тракт. Это холм. Вот так. Маргарита спит, но она хотела тебя увидеть, но не знаю, если она проснулась. Она, ну-ну, вот сюда зайди, она сказала тебя разбудить. Вон она спит здесь. Теперь вы уже утром встретились? Маргарита думала, что это был сон. Ну и как после трех недель выросли, детки? Ой, выросли. Вова вообще басом заговорил за три недели. Прости, пожалуйста. Вот уже наступило воскресенье. Нелечка сегодня участвовала пением, и мы ждали крещения. Нашей Ангелиночке 13 лет, но она уже заявила на крещение и очень серьезно готовилась к этому шагу. И мы все очень радовались вместе с ней, нашей семьей и нашей Церковью. Аминь. Поздравляю тебя за ватанин. Также пока Леша был дома, он записал для вас специально музыку. Поздравляю тебя за ватанин. А сейчас мы хотим объявить победителя конкурса лайков, которой стала Лилия Любовь. Ее лайк был под номером 441. Мы вас поздравляем и ждем ваш адрес на нашу электронную почту. И мы вам подарим открытку и фотографию и несколько наклейок от нашей семьи. Кто еще не знаком с правилами конкурса лайков, можете поставить на паузу и прочитать эти правила. В следующем влоге, который выйдет вне очереди на этой неделе, мы расскажем вам и покажем, как мы готовились и праздновали день рождения нашего Вовы, единственного сына, единственного брата в нашей семье. А сейчас мы хотим с вами попрощаться и поставить песню, которую мы спели всей нашей семьей. Папа Леша дома, и теперь мы можем опять петь все вместе. А вам мы желаем всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, приглашайте ваших друзей и приходите к нам еще. До свидания! Благословим! Благословим тот дом. Где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Немость тьми и страха смерти, И сам Господь в твой дом хозяина пойдет. Благословим, благословим, благословим твой дом. Благословим, благословим, благословим твой дом. Благословим, 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 Продолжение следует...